Здравствуйте, касаки! С вами Лёля и её красный ковёр! Мне один человек, девушку, в комментах написала больше видео с ковриком, потому что она любит, как прыгают хейтеры. Поэтому я решила выполнить её желание. Да ещё мне как-то тут удобнее, вот так сел на кроватку, ножки свесил. А в общем, видосом я буду посвящён моему мнению о наполнении коробочки, которую мне Хирка прислала на моё имя. Вот она, эта коробочка. Блестяшки я уже куда-то замыкала, и всё, что тут было, я протестила. Единственное, мыло я не покажу, покажу только коробочку. Потому что мыло у меня в ванной, я хотела сначала отдельно обозрить это мыло. Я же его показывала, хоть оно и в слюге было, в плёночке или в чём-то там. Ну, в общем, пожалуй, с мыло и начну. Будет Ода Мыло. Мыло Себамет. Вообще, Юрка мне написала ВКонтакте, что да, у Юрки аккаунта ютубного нет, поэтому она моя тупозрительница, скажем так, а не подписчета. Была бы подписчицей, было бы у меня сейчас на канале 4852 чела. Ну да ладно. Короче, суть не в этом. Она написала, что там уже весной и в мае приходила кому-то такая же коробочка, судя по отзывам. И рекомендую, кажется. Если кому интересно, вы можете написать мне в комментах, я вам скину ссылку. Если вы сами не найдёте. У меня кот зарезает на стол, но благо на столе у меня вроде ничего съедобного нет. Стол с правопоборка. Короче, там наполовину наполняемость, вот тоже было 8 продуктов, но половина из того, что там предоставлено было в мае, весенней этой коробочке, была предоставлена у меня. Кажется, бора плёд, значит, это мыло, шампунь и скраб, который скраб. Ой, у меня сейчас котик, вот за ним вот так бы понаблюдать. Пришлось мне сползти с кроватки, потому что кое-кто увидел расчёсочку с мелкими зубчиками, лежащую на бумажечке, на которой у меня написано, что мне надо не забыть завтра лестницу помыть, потому что сейчас уже темно, точнее у нас как бы свет сделан так, что надо прыгать с бубном, чтобы он загорелся на площадке. Короче говоря, ещё мне надо будет позвонить мастерам домофон, потому что домофон у меня как-то уже месяц как не фурычит, ну, ключом-то открывается, но если ко мне кто-то решёт гостя зайти, то не попадёт. Короче говоря, вот мне этот котик решил бумажечку с расчёсочкой скоммунизить, а на них ещё было зеркальце, всё бы не счёт, но зеркальце тяжёлое грозило упасть. В общем, я прервалась, и был там вот это мыло. Мыло у меня и у Ирки получилось, она сказала, что такое же точно наполнение, значит, и мыло было, так же, как у меня тут написано, сроком до февраля 2018 года. Всё бы ничего, но вот срок такой. Но, с другой стороны, я его, думаю, уделаю до этого, до февраля-то. За полтора-то месяца, надеюсь. Короче, вот эта коробочка с Эбомет, там ещё бумажечка была, вот не помню, бумажечка у меня, да, бумажечка у меня в этой коробочке. Там рекламка того, что вот у этого Сэба есть. В основном такая вся детская эта продукция. Слушайте, бумажечка даже пахнет, как эта мыльчика. И вот я не знаю насчёт, есть ли тут, конечно, в составе это хвоя, но оно так офигительно пахнет этой хвоей, вообще шикарно. Я вот им вчера мылась перед работой всю полностью, тушку умывалась, руки. Короче, мыло шикарная плитка. Это как бы очищающая плитка мыла без мыла. Вот действительно, ну не знаю, наверное, в составе всё-таки нет этого мыла, но очень классная такая вещь, она пену даёт не сразу, аромат вот прям... Я на работе полдня не могла понять, чем таким я токсикоманю классно. Потом до меня дошло, что если вдруг пахнет этим самым мылом, точнее пахнет тем, чем я мылилась, скорее всего, мылом этим зелёным, то всё-таки это пахнет мылом, очищающим плитком. Слушайте, шикарно. Короче, если я ни разу никогда не получала эти коробочки до того, как Ирка мне её послала, мне, кажется, кто-то написал, что, кажется, бесёнышник, что не совсем такое наполнение, что там когда-то на 15 лет они посылали свою бижутерию. Я вот не люблю бижутерию. Мне кажется, если вот эта коробочка ориентирована как эко-бокс, то в плане наполнения она отличная, потому что, в принципе, полноценный формат вот этого мыла 100-граммового. Очень даже ничего. Классная, короче. В общем, очень классная мыла. Я не знаю, может, где-нибудь там туда идут. Короче, если что, я вам его советую купить, вообще без понятия, сколько оно стоит. И бумажечку я, конечно, уже куда-то заныкала, которая была вот здесь. Я только сейчас поняла. По отзыву на рекомендую я поняла, что вот этот скраб, это действительно полноценный формат этого продукта, скажем так. Хотя у меня продукты с едой ассоциируются. И там 40 грамм, и он как бы стоит 129 рублей. По-моему, на бумажке также было написано. В общем, скраб я попробовала пока чисто для лица. Когда я его достала, я-то вообще первый раз такие скрабы вижу, в смысле сама пользуюсь, потому что я его достала, мне показалось, что это просто кусочки кофе, которые даже, ну, может, не то, что выпитые, а вот только что кофемолки измельчили, водичкой залили, и вот так вот помяли конкретно такие вот тупо кусочки кофе. Когда я его нанесла на лицо, я не сразу даже поняла, ну, блин, как вот это вот немножко так вот больно массировалось, как-то неприятно сначала, потом оно вроде как-то вот такой кашицей стало. Короче, оно классно очищает кожу на самом деле. Но вот это вот мое такое мнение. И что у нас тут? Нанести скраб массажными движениями на влажную кожу лица и тело, смыть теплой водой. Ну, и в бане там можно нанести, и в парной, пока вы ее посещаете, все это время держать, потом смыть теплой водой для наружного применения. В общем, до марта 19-го года. Я попробую потом, конечно, наверное, тушку свою помассировать. Но в основном я массирую пяточки, ну, в смысле, скрабирую пяточки. И, так сказать, наверное, линию бедер, да, вот, ноги до колена. Потому что в каком-то видео я говорила, что моя родня решила летом, что у меня этот, типа, как он там, целлюлит. Но так как я его глаза никогда не видела вживую, то я не знаю, целлюлит у меня или нет. А подружка Машка посоветовала поскрабировать, если вообще совсем паранойя. Но, по-моему, пустых баночков потом было. Тот, там, про один скраб, который мне Настя Лукьянова дарила. И, значит, кожа у меня как бы более гладкая стала в этих местах. В ногах выше. Вот открываю его, вот, конкретно свежемолотым кофе пахнет. Но в составе, вот я сейчас скажу, я потом уже после того, как умылась сегодня, подсчитала состав. Тут у нас молотый кофе, морская соль. Я думаю, это вообще можно самим сделать. Потом тростниковый сахар. Мелкий, наверное, у меня тростниковый сахар ассоциируется с кусочками таким. Так, масло органы. Масло персика. Масло зеленого кофе. Ну, не знаю, может, не получится самим сделать. Ну, наверное, где не продают, там, масло зеленого кофе. Витамин Е и витамин А. Вполне себе нормально так это. Витамины, по-моему, вообще в аптеке продают в этих каптуках. Короче, клевая такая штука. Эко-лаборатория. Эко-лаб, я так поняла, одно и то же, да? Ну, если я что-то путаю, вы меня поправьте, потому что я как-то не загонялась вот этим вот. Я слышала, что такое есть. Короче, второй полноценный клакончик, да? В смысле, форматик продуктика, скажем так. Я не знаю, вот это полноценный или не полноценный. Я его уже два раза пользовала, даже вам покажу. Пользуюсь включительно утром после душика. Передработаю сегодня крем Донок. Смягчающий, заживляющий. Хвоя, ловая, облепиха, лаванда и чайная дерева, масло кориде и витамины. 45 мл. 12 месяцев после вскрытия. Полный это или не полный формат, я не поняла. Хотела в интернете загуглить и забыла. Мастерская Алиси Мустаевой. Сделана в Казани. Я люблю город Казани, она красивая такая. Ручи, что у нас тут? Вода очищенная, масло авокадо, масло рисовых отрубей, воск ним, масло кориде, витамин В3, витамин В5, сорбитол, без понятия чего-то. Воск рисовых отрубей, сахароза стеарат, протеин шелка, экстракт жимолости японской. У меня, кстати, есть где-то на глубине сибирский фрукт, это японская жимолость, этими цветочками или плодами, или уж не знаю чем. Ну, короче, японская жимолость есть. Я ее даже завариваю иногда. Экстракт жимолости душистой, витамин В6, эфирное масло, чайное дерево, алантаин, молочная кислота, ксантан, без понятия чего-то. Эфирная макра лаванды, экстракт хвои еловые, календулы экстракт, яда таблепейки, березы, завайкары экстракт. Смесь токофиеролов, вообще не знаю, что это. Бета чего-то там. Что это у нас? Ситон. В общем, что-то мелким написано, не разбираю. В общем, бета что-то. Сквален, тоже без понятия еще, талинолен, входит в состав эфирного масла, чайного дерева. В общем, практически все, я так понимаю, тут более-менее растительного происхождения. И сроком оно у нас до 11 октября 2019 года. Он очень густой сам по себе и выходит довольно много. Я сейчас вот просто попробую вам это показать. Приятно так пахнет. Примерно по запаху, как мыло пахнет. Вот такая вот зеленая хренатенька. Вот она обратно убралась. Хорошо впитывается, я не знаю, насколько он там увлажняет. Ну, я давно что-то забросила эти тазики для ног своих, которые я стабильно проводила, еще обещала, когда-то там, по просьбе трудящихся, записать видосы. Надо все-таки, наверное, просто собрать хотя бы те куски видео, которые есть, и потом, может быть, что-то записать. Это уже года полтора, наверное, все, но лежит так в папке на компе отдельной. Короче говоря, вот сказала, что ногами я давно не занимаюсь. Ну, вот, в принципе, может он даже и смягчающий. Может быть, за первые два применения как-то незаметно, но неплохой крем. Если даже это полноценный формат, ну, бывает же, вот, допустим, у фрошетом 50 мл, а минкой считается 30 мл, то 45 мл вполне ничего. Единственное, что он неэкономичный, потому что выдавливается много из-за того, что еще горлышко широкое. Но этого, то, что выдавилось, его прямо на всю стопу хватает очень хорошо. Так, что у нас тут? Вот это я не поняла. Это 10 мл оно само по себе, потому что если на тело, то мне кажется, это мало. Или просто как-то типа пробник. Короче, я сначала думала, я вам еще что-то это сказала, может быть, по видео было непонятно, и меня, возможно, не так поняли. Короче, тут не полностью это масло розовое. Потом уже в составе, еще когда читала на видео в составе, в составе поняла, что что-то не то читаю, видать, из-за мигрени. Кстати, по поводу цветочка, что у меня, люди, мигрень была еще до того, когда цветочек появился, молочай, не думаю, что он до хрена какой ядовитый. Я знаю, что он не давитый, если отломать листик, и там вот это молочко пойдет. Но я же не собираюсь его есть, как бы. Так, короче говоря, что у нас тут в составе? У нас тут, сейчас найду. В общем, просто прочитаю. Питают благодаря рисовому маслу, кунжутному маслу, массу подсолнечника, массу семян моркови, витамину Е, марина, сезолепиния, вот эти два не знаю, что такое. Кирокарпус, кирокарпус. Блин, я его до этого как раз читала. Еще так подумала, пирокарпус. И два вида куркумы подарят коже красотой, сияния, розовая шахрана, свежая от кожи, не содержит искусственных красителей от душек и консервантов. Короче говоря, я его два раза уже пользовала. Первый раз я его пользовала чисто вот после умылася. Правда, у меня кожа была не влажная, хоть там и написано, что на влажную куру. Я это, волосами слегка помочила, потому что волосы у меня были мокрые, как раз вот после душа. Вроде как кожа влажная, я нанесла, наносила ватным диском, не очень удобно. Потому что ватный диск дофига что-то в себя впитывает. Как наносить, тут не очень понятно. Но и сегодня я наносила, уже я привыкла, если его использовать, как пишут, вместо крема, для лица и молочка для тела, как для тела, я его не использовала. Если его использовать как вместо крема для лица, то я привыкла сначала, допустим, тоником каким-то протереть, физиономию после умывания, а потом уже какой-нибудь крем нанести. Но вместо крема я тут пользовала, остатки были роскоши этого. Алоэ, который у меня от Савандри был, сейчас у меня уже другое алоэ, но я его еще не открывала. Потому что вот это еще есть. Очень редко каким-нибудь кремом, хотя мне Аленка дарила, еще Настя Укьянова дарила, еще какой-то у меня там крем стоит. Короче, я сегодня протерла личико после умывания тоником с розовой водой, которую мне Алена из Украины присылала в той японецкой посылке. А потом его нанесла, уже наносила исключительно пальцами, вот так массажными, вот так вот, короче. Но я думаю, все знают, как крем нанести на щеки, если не хотите, чтобы вас они обвисли раньше времени и стали в морщинках. Это мне еще мама научила когда-то, не знаю, лет 13, там, 15, не знаю. Короче говоря, вот увлажняет на ура. Я утром вчера намазала, даже просто на практически сухую кожу, без всего. И на работе мне не хотелось там что-то потрогать лицо, увлажнить его чем-то, еще что-то. Вот я брала туда пару раз с собой этот, блин, как он там, Саваннивский как раз вот, алоэ этот, практически стопроцентный, и ватные диски. А тут вообще без всего, так сказать, ничего не надо было. Очень классная вот эта вещь. Ну и тут он после 3-12 месяцев живет. Хадди, короче, тут не совсем роза, хоть он по цвету напоминает гидролат розы. И сроком он у нас до февраля 19-го года. Думаю, что вполне нормально. В общем, очень классная, интересная вещь, если вот первый раз я просто пользуюсь маслом вместо крема, допустим. Хотя вот вспомнила, что у меня была подружка Даная, когда мы вот с ней стали близко общаться, я как раз ее поставила на Гринмаму, и Фраше она тогда частично заказывала Фаберлик. Не знаю, что она, правда, там заказывала в этом Фаберлике, потому что она пользовалась методом крема для лица виноградным маслом, который в обычной опеке я покупала, косметическое виноградное масло. И вот эти фильтр-пакетики вместо тоника, фильтр-пакетики чая, ромашки. Так что, в принципе, вот, ну, как бы, круто. Вот это 100% полноценный формат, потому что эфирное масло в основном по 10 мл продают. Я тогда его пробовала прямо при вас. Кто-то там интересовался, не капнула ли у меня на джинсы. Нет, не капнула, у меня капнула в коробочку. И вообще джинсы у меня были не новые, а другие. Те я пока еще никуда не одевала. Я пока еще только на работу ходила в черном платье, которое, кстати, всем понравилось, и никто не считал, что оно супер короткое. И когда мне, вопытная подписчица Елена писала в личку ВКонтакте по поводу коротких платьев, на самом деле у меня очень много такой тайной платья. Я не знаю, были ли они в тех видео, где-то там что-то про мой гардероб в двухгодичной давности. Но если надо, она правда сказала, что, типа, почаще в таких платьях быть, да. Если надо, я могу, конечно, вам дефиле, типа, устроить этих платьей. Ну, вы чисто в камень так вякните. В общем, хорошее эфирное масло. Нормальное эфирное масло, полноценный флакончик. Я думаю, что... Вот это, наверное, может, все-таки млинка, не знаю, я не углила. Ну, вот эти два, короче, под вопросом. Но три продукта тут уже конкретно так вот полноценно. Два под вопросом насчет полноценности. Ну, и три, понятно, что они все-таки пробники. Вот этим я сегодня мыла голову. Хороший густой шампунь. Я не знаю, экономичный он или нет, но я что-то вот прилично так вылила на руки. Он хорошо промывает волосы, не спутывает. У меня там был запрос камень так насчет моей диеты, что я, типа, похудела. На самом деле, я не знаю, сегодня худела я или нет. Я хотела сегодня взвеститься в родне, потому что последний раз, вот, весной я весила 58. Мне родственники говорили, что я потолстела. Я купила себе велик. Я думала, что там у меня все идет. Но, видимо, то, что было жиром, стало мышцами. Потому что я, в принципе, вот до сих пор весу 57-58, как-то так, с тех времен. Хотя моя соседка по работе, ну, по соседнему магазину, хозяйка Кадо, она мне говорила вчера буквально комплимент, что, значит, в одноклассниках она меня добавила, значит, мы с ней добавили, чтобы не теряться, что я там на фотке, как раз как Аленка ко мне приезжала, и мы сидели там в Такеши, что я на фотке вполне, чем сейчас, что, типа, я похудела. Хотя моя подружка, которая позавчера ко мне приходила, она наоборот сказала, что я потолстела, поэтому я не знаю, худела я там или толстела, как это понять. Но вот, что вес у меня с мая месяца, вот примерно такой, ни туда, ни сюда не идет. Я не знаю, как вот это проверить, худела я или нет. Ну, так вот, о чем вопрос, что вот говорили, что у меня надо видос, типа, про диету. Видос про диету у меня есть, а где-то там отдельный, на глубине сибирских руд, самых ранних видео, может, год-полтора назад. Если интересно, все-таки найдите и посмотрите. Отдельный, я думаю, что не имеет смысла писать. Там еще был запрос также про моих фаворитов. Я помню, что где-то там я на глубине сибирских руд случайно обнаружила камень, где-то полгода назад, может, уже года-полтора просил у меня видос на тему фавориты и косметические бренды, что-то такое, что мне нравится. Я его перенесла в контактовые запросы, но что-то пока не записалась. И вот этот запрос был на тему волос, продуктов для волос. Я так понимаю, масок и тому подобного. Я сделала, конечно, отдельный, постараюсь. Может, даже сегодня запишу видео, потому что как-то я слегка потерялась во времени и немножко те дела, которые надо было сегодня сделать, я буду делать завтра. Был еще вопрос, запрос такой, что типа записать, как я мою голову. Я не знаю, степа-то была ли реальность, но как я мою голову я не буду записывать. Показать это в сухом виде, типа на сухих волосах, конечно, тоже вариант, но мне вот Ир посоветовала словами это описать. Короче, я не знаю, как вам описать, вот как правильно, как я мою голову, и правильно это или нет. Моя бабушка всю жизнь считала, что я голову мою неправильно, потому что типа я там что-то не промываю, где-то там я руками не достаю, и она у меня периодически в деревне, если я сама себе мою голову, то она стабильно мне пыталась намылить, мне это очень не нравилось. Я как пытаюсь объяснить вам, вот у вас чисто голова, почешите ее, да, вот так почесали. А теперь представьте, что вы моете голову и точно так же, точнее, когда вы моете голову, точно так же ее почешите. Ну, не знаю, вот так я мою голову, вот так. Вот это вот классный шампунь, короче. Я когда-то у них года 4 или 5 назад покупала шампунь для жирных волос, и бальзам к нему, мне почему-то он совершенно не понравился, я не помню, что там в составе было, и как он назывался, но именно Натура Сибирика. И он мне вообще, у меня волосы были просто жуть. Я мою волосы каждый день, тут для всех типов волос, 99% натуральных ингредиентов, объем и уход. Не знаю, вот объем есть тут у меня, наверное, есть. Потому что сейчас у нас сколько? 46 минут 7 вечера. Волосы я мыла где-то, ну, часов в 11, потому что пока я сползла сегодня с кровати, пока то, пока все. Надо же было когда-то выспаться, учитывая, что в 2 ночи внезапно лег. В общем, удобный дозатор, вот чисто на миге, не знаю, как на полноценном флаконе, но очень удобный. Тут вроде как небольшая дырочка, но при этом нормально так все вытекает. Густенький хороший шампунчик. В общем, у меня, в принципе, пока есть шампунь, но если что, я, возможно, себе бы такой приобрела, если у меня, допустим, закончатся другие шампуни. Ну, я вам, соответственно, тоже советую, так что я считаю, что нормальное наполнение. Для Минки, чтобы протестить шампунь, возможно, одного раза для протеста это мало, но мне как бы хватило, я потом его, конечно, даю, и уже в баночках полноценный отзыв дам, если интересно. Это вот про то, как мыть голову, как ухаживать за собой. Так, вот это вот мне вообще очень понравилось. Это, я так поняла, что тоже эколап. Так, вот это вот. Вот у меня есть, как ее там, мицеллярка, комплимент, кажется, от Сиси Шмидт. Да, если кого-то очень сильно коробит, что я упоминаю Сиси Шмидт в видео, просто не смотрите меня, отпишитесь от меня. Вам будет спокойно, мне не придется вежливо с вами общаться, а потом удалять ваши ветки комментариев. Не буду говорить ни к девушке. Короче говоря, в общем, у нее, ту, которую она мне подарила, она, в принципе, хорошая. Но вот это намного круче, потому что я, допустим, не знаю, как вы, наношу, когда помаду, иногда она заезжает за линейку. И вот этого мне одного движения хватает, чтобы вот это все лишнее удалить. В общем, классная вещь. Я ей, конечно, только помаду смывала, брала вчера с собой на работу, как тут написано, возьми с собой в дорогу. Хорошая штучка. Сроком она до сентября 2018 года, 12 месяцев после стыки 50 мл. Она в мицеллярный раз творит для снятия макияжа с лица и глаз, без красителя и от душа. Хорошая вещь. Вообще, я про Эколаб, как уже говорила, ну, сама в руках вот держу второй раз в жизни. Почему второй раз? Потому что вот это вот уже держала. Так, ну и вот эта же хрена тенька, Бора Плюс. Якобы без запаха. На самом деле она пахнет, но пахнет она чисто вот как обычный, такой крем. Ну, может, знаете, фирма Свобода Русская, вот такие вот, Балет, Свобода, что-то такое пахнет, чисто самим кремом. Я уже тестировала его сегодня. У меня тут был порез на пальце. Я иногда бывает там, или порежусь, или не замечу вообще как. Ну, пятый угол в комнате найду. Вот я сегодня уже два раза мазала, первый раз помазала. Я сегодня к вечеру заметила, что она практически затянулась. Здесь тоже что-то уже мазала. На спине там я где-то, я даже не знаю где-то, шарахнулась. У меня боли такие, прямочки были. Но вот я два раза помазала, у меня уже они поменьше стали. На ноге такая штука была, где-то умудрилась зацепиться сегодня утром. Ну, в общем, что хочу сказать. Ну, Бора Плюс Никогда не знала, вообще не посмотрела, не видела. Все, только обратила внимание, что там Химани сделано в Индии. Короче говоря, Бора Плюс и в Африке Бора Плюс очень хорошая вещь. Конечно, про него стабильно забываю, вот раз в 10 лет вспоминаю. В этот раз вспомнила бы, благодаря Ирке вот этой коробочке, без запаха, натуральный защитный комплекс. Естественная защита, увлажнение, восстановление кожи. Вот действительно восстановление кожи, потому что обычно у меня эти маленькие парельки довольно долго заживают. Ну, как долго? Дня 3-4. И мне почему-то вот большие парельки, как-то я лучше переживаю, чем маленькие парельки. Мне от них хоть так больно-больно-больно, так неприятно-неприятно. В общем, вот такая вот коробочка у меня эко-бокса, первая моя в жизни. Не знаю, единственная или нет, но, в общем, мне очень нравится составляющая, ну, и просто говорю с тем, что я первый раз ее получаю, не знаю, какое на самом деле вытески, с чем это сравнивать. Ну, мне очень нравится составляющая, мне нравятся все эти средства, и вполне, я думаю, ну, отлично отзыв, плюс 5. В общем, всем спасибо за просмотр, и пока!